Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем абсолютно все запчасти и рассказываем о них абсолютно всё. Также помните, что в «АвтоСтронг-М» 160 тысяч отличных качественных запчастей, отличный сервис и быстрая доставка. Мы постоянно расширяем ассортимент отличных БУ-запчастей и, как следствие, расширяем и наш склад. Сейчас встречаем долгожданный мотор Mercedes M271. В середине 90-х инженеры компании Daimler представили инновационные по тем временам двигатели семейства М111. Среди них были двигатели объемом 1.8-2.3 атмосферные, а также двигатели, которые были оснащены приводным нагнетателем типа Roots. Кстати, о моторах М111 мы уже рассказывали. В 2002 году на смену моторам М111 пришло семейство М271. Поначалу моторы семейства М271 абсолютно все оснащались компрессором типа Roots. Но в 2009 году на смену компрессора типа Roots начали устанавливать турбокомпрессор. Этот двигатель просуществовал в таком варианте до 2015 года. Блок двигателя М271, алюминиевые гильзы, чугунные. Несмотря на индексы Mercedes от 160 до 230, объем данного двигателя 1.8. Хотя настоящая версия 1.6 появилась в 2008 году и устанавливалась на C-классе. У этого двигателя есть версия с непосредственным впрыском. Также есть версия с заводским газовым оборудованием. Данный двигатель устанавливался на C-класс двух поколений 203, 204, на E-класс двух поколений 211, 212, также на 2-го поколения SLK и CLK, а также на 906-й спринтер. Сегодня мы будем разбирать раннюю версию двигателя М271, снятую с Mercedes C-класса 2003 года выпуска. Двигатель М271 едва ли по надежности превосходит своего живучего предшественника. Ему каким-то образом досталась хреновая цепь ГРМ. Поздние варианты данного двигателя были наделены инженерами целым букетом слабых мест. Итак, мы продолжаем знакомить наших подписчиков с отличной командой компании «АвтоСтронг-М». Чтобы вас запутать еще больше, встречаем Сергей. Мы начинаем нашу разборочку. Форсунки двигателя М271 известны тем, что могут дать течь топливо по корпусу. То есть, топливо сочится прямо через вот эти разъемы. Данная проблема присуща двигателям с большими пробегами и в сильный мороз. Когда форсунки текут, то водитель ощущает сильный запах бензина в салоне. Для устранения данной проблемы нужно менять форсунки старого образца с зеленым корпусом на форсунки нового образца с корпусом фиолетовым. На всех двигателях устанавливается компрессор типа ROOTS. Его шкив закреплен на валу на демпферной пружине. Слабое место данного компрессора – это передние подшипники его винтовых валов, которые могут порадовать разрушением пластиковых сепараторов. Кстати, игольчатые подшипники практически не изнашиваются, если в них есть смазка. Кстати, игольчатые подшипники стоят на задних концах валов. При износе шарика подшипников возникает люфт валов. Валы трутся о корпус. Первый признак износа шарика подшипников – это вой. Поначалу он еле слышен, и когда он еле слышен, то тогда компрессор еще можно спасти. По задумке производителя компрессор не ремонтопригоден. Подшипников и смазки для его зубчатой передачи по оригиналу нет. Хотя было выявлено, что заливали MobilJet Oil. Вообще, по задумке Daimler эти компрессоры можно восстанавливать только в заводских условиях, а потом эксплуатировать. Все методы замены подшипников в компрессоре – это способы умельцев, которые разобрались в этом вопросе и нашли подшипники, которые подходят. Подходит японский NSK 6203. Снятие и установка подшипников довольно сложная задача, а выставление зазоров и вовсе требует специальных знаний, которыми умельцы не делятся. Так вот, переборка компрессора стоит 400 долларов, а случаев некачественного ремонта хватает. В данном компрессоре валы крутятся мягко, без заедания, без посторонних люфтов. То есть можно брать абсолютно точно в «АвтоСтронг-М». А сейчас объясним, как это работает на автомобиле. Воздух засасывается вот сюда, проходит через валы, сжимается и попадает в интеркулер, проходя через несколько шумогасителей. Кстати, вот один из них. Данный шумогаситель стоит перед впускным коллектором. Вопрос, зачем вот этот канал? Здесь стоит заслонка по типу дроссельной, которая регулирует давление наддува. Если давление сильно большое, заслонка открывается, и воздух идет не только в интеркулер, но и по второму кругу обратно в компрессор. На ранних экземплярах двигателя М271 стакан масляного фильтра и встроенный в него теплообменник сделаны из легкого сплава. Обычно с этой конструкцией вообще ничего не случается. Максимум может потечь вот эта прокладка на стыке блока, а также уплотнительные кольца внутри теплообменника. А вот на более поздних двигателях М271 с непосредственным впрыском масляный стакан стал пластиковым. Это крайне неудачное решение, потому что пластик деформировался от высоких температур. Моторы очень сильно текли на стыке между пластиковым стаканом и теплообменником. Затем инженеры заменили более хлипкий пластик на более прочный пластик, но за счет владельцев. Данная деталь стоит 300$ в оригинале. Вакуумный насос может течь по прокладке корпуса, а также по прокладке между корпусом и ГБЦ. Проблема решается с заменой прокладок. На двигателе М271 есть оригинальная деталь, из-за которой может случиться подсос воздуха. Маленькая трубочка, которая проложена вдоль клапанной крышки и собирает вакуум из впускного коллектора для складывания подголовников заднего ряда сидений. В зависимости от размера трещины и количества всасываемого воздуха двигатель может фиксировать ошибку по неправильной смеси, а также может сильно троить на холостых оборотах. Из-за вот этой трубочки очень часто ошибочно меняют расходомер. Трубки системы вентиляции картерных газов имеют неприятное свойство забиваться сгустками масла. Речь идет о трубках, которые идут от картера и во впускной коллектор. Эта часть системы ВКГ работает при частичных нагрузках. При ухудшении работы системы ВКГ повышается давление в картере. Давление в картере выдавливает сальники, также мешает полноценной работе маслосъемных колец. Также масло может попасть во впускной тракт, замаслить расходомер, замаслить датчик температуры и осесть в интеркулере. В самых хреновых случаях может даже выдавить щуп. Двигатель на закупоривание системы ВКГ откликается по-разному. Могут сильно плавать обороты на холостом ходу, может отключиться педаль акселератора, также может отключиться ESP. Все эти симптомы похожи на неисправность дроссельной заслонки, но дело не в ней. На ранних двигателях М271 для решения такой проблемы надо менять три трубки и клапан. На более поздних двигателях эта деталь стала одной трубкой. Эти трубки находятся в очень неудобном месте за компрессором под впускным коллектором. То есть, чтобы поменять детали по стоимости 40 долларов надо потратить несколько часов. Свечные колодца под клапанной крышкой уплотняются отдельными прокладками. Они не вечны и со временем могут пропускать масло, которое попадает в свечи. Двигатель на это отреагирует троением и потерей мощности. Из кожуха ГРМ выходит пластиковый патрубок системы охлаждения. Из-за старости он может трескаться и пропускать антифриз, из-за чего передняя крышка двигателя будет влажной. Фазовращатели на двигателе М271 точно такие же, как на двигателе М111. Они лопастной конструкцией. А вот золотники, точнее клапаны, которые подают масло к возвращателям, находятся внутри распредвалов. Золотники перемещаются с помощью силы кольцевых магнитов, которые установлены на крышке ГБЦ. То есть, в эту сторону они перемещаются силой магнитов, а обратно возвращаются силой пружины. Нередко корпуса магнитов потеют маслом, которое просачивается через кольцевые уплотнения. Также масло может попасть в корпус магнита и просачиваться через вот этот разъем. Такие вопросы обычно по дешаку решаются герметом, а течь масла по корпусу решается заменой вот этих кольцевых уплотнений. Муфты ходят долго, но могут стать причиной сильного трактения из трекота. Причиной может быть выскочившая возвратная пружина. Данная проблема поддается ремонту. Достаточно разобрать муфту, поставить пружину и стопор на место, а потом собрать это все с помощью герметов. Как оценить растяжение цепи на моторе М271? Ставим коленвал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Здесь у Mercedes все четко. На корпусе распредвалов есть стрелки, на фазовращателях есть черточки. Они должны совпадать и тогда значит все отлично. В нашем случае цепь проскакивает, потому что мотор без масла и натяжения цепи нет вообще. Цепь на моторе М271 это больная тема. Она еле выхаживает 100 тысяч километров. Первоначальный вариант цепи был роликовым. Затем на эволюционных турбированных двигателях применили пластинчатую цепь. Естественно, шестерни для разных типов цепей разные. Пластинчатая цепь ходит и того меньше. Из-за растянутой цепи появляются пропуски зажигания в разных цилиндрах. Двигатель плохо заводится, а также лязгает сразу после запуска. Для оценки растяжения цепи инженеры Daimler даже придумали линейку, которая вставляется вместо натяжителя цепи и определяет ее растяжение. Также растяжение цепи можно определить при помощи фирменного ПО. При замене цепи ГРМ следует менять и натяжитель цепи, потому что были случаи, что натяжитель заклинивал в вдавленном положении и тогда цепь, естественно, перескакивала. По состоянию откровенного износа на распредвалах мы не видим. Но мы видим точно, что масло в данном двигателе менялось нечасто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ранних вариантах двигателя М271 с распределенным впрыском из-за некачественного топлива образовывался нагар на выпускных поверхностях. Из-за этого нагара выпускные клапаны не закрывались до конца. То есть силы пружины не хватало для продавливания клапана до полного закрытия, и из-за этого в соответствующих цилиндрах возникали пропуски зажигания. Мерседес признал эту проблему и выпустил весьма эффективную присадку для ее решения. Также владельцы меняли пружины на более упругие, также меняли форсунки с лучшим распылом и перепрошивали ЭБУ. Выпускные клапаны на данном экземпляре вопросов не вызывают, но вот количество нагара в выпускных каналах просто зашкаливает, а это значит, что мотор ел масло. Ну что, блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения и цилиндры у нас, как я, лысые. То есть он, как у меня, его нет. В поддоне двигателя М271 модуль балансирных валов, маслонасос и приводится это все одной цепью. С данной конструкцией, слава богу, ничего не случается. Если что, вот этот механизм называется механизмом Lancaster. Мерседес его очень любит. Купить вы такой механизм можете, бэушный, по отличной цене в «АвтоСтронг-М». Удивительно, что при таком масле поршни, в принципе, не так сильно изношены. Обратите внимание, что графитовое напыление присутствует. Вкладыши шатунные, не задраны, но изношены. Маслосъемные кольца залегли капитально, а вторые компрессионные кольца неподвижны. Как ни странно, выработка на коренных вкладышах минимальна. По состоянию коленвала откровенной выработки мы не видим. Не видим даже царапин, которые остаются на шейках после вот такого чернющего масла. Разборка закончена и сегодня мы разобрали вот такой мотор М271, который не сильно порадовал своих владельцев. И любопытно, что после 2008 года этот мотор вообще кошмар. Как только появится подходящий на разборке, сразу же разберем. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».